всем добрый день мы сюда вышли в центр города собираемся пойти на рынок на градусники на нашем 33 градуса это наверно в тени сегодня такая температура до жарко а ночь была хорошая до ночь прохладненькая было вот мы входим на рынок с улицы свердлова центральный вход здесь вообще четыре входа на рынок с четырех сторон с четырех разных улиц и вот так прямо прямо а слева у нас очень хороший хозяйственный магазин вот здесь вот этот магазинчик фантазия называется вообще классный магазин мы проходим дальше налево фруктовый ряд здесь фрукты овощи ягоды а направо это павильон мясо и молоко вот этот вот павильончик а нам нужно к николаю и мы повернем сейчас налево да ну-ка черешню посмотреть клубника 200 красавица такие огромные черешня нескольких сортов продавца не видно поэтому цены девочкам а да скажите что у вас черешня сами сливы такая крупная вот это что за слива такая понятно а цена 600 а черешня килограмм понятно огорок сколько двести пятьдесят ну хорошо мы пойдем ну да здесь подсолнечное масло здравствуйте 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 николай идем к вам в гости мы сейчас ли 30 33 градуса на градусник а в тени сколько у вас у меня 28 прекрасно вентиляция работает вообще прекрасно погода прекрасно нормально нормально вполне вполне хорошо да и наша где наши отдыхающих и в этом вот вот она да я попробую приезжать и в город есть мы вас тут ждем это правда это правда красное море мед о да и марина там да все у нас тут есть и ножи и терки кстати вот мне задали такой вопрос елена из казани спрашивает что у нас здесь есть есть очень хорошие крышки именно у николая закаточные крышки и какие конкретно чтоб показал вот эти крышки смотрите у нас вообще на кубани делают два производителя да я второго тоже порекламирую потому что он делает хорошо но на мой взгляд несколько дороговато все таки оптимальное соотношение цены и качества качество здесь великолепно это фирма маранде станица ленинградской вот она видите да то есть это даже вообще близко с нами делаем буквально вот она за 10 километров второй производитель это город крымск и фирма называется светлана тоже хорошая крышка но несколько дороже хотя в качественном отношении они абсолютно на мой взгляд одинаково но и мы может быть уже говорили об этом но на всякий случай повторимся да что крышки вообще делают двух типов так называемую простую желтая снаружи желтая внутри вот эта крышка покрыта двойным словем пищевого лака ну здесь вот видите она просто лежит у меня это начало коррадировать уже хотя она здесь просто как рекламно используется она живет здесь у вас на рынке да и вот эти крышки которые простые они по советскому госту приходно только для компотов и варенье на такой крышкой маринада там где соль и уксус это сыграть батарею по бомбашки или нет и крышка с эмаль покрытием вот это той который можно катать все и сладкое соленое поэтому когда вы покупаете крышки смотрите не только на производителя но и обязательно на донышко видите да она должна быть вот такой вот эта крышка универсальная и ей можно катать все все поэтому есть еще один такой момент он тоже у меня возникает иногда у меня как бы люди издалека приезжают и зачастую например там с дальнего востока ну например закатку мы еще говорит увезем да а вот крышка например как но не на самолете же ее тянуть тут есть выход это цветная крышка или с крышкой они еще называются литографии ведь они все будут вот такие все цветные их простых не бывает и кто они только с эмаль покрытием будут видите да вот даже если здесь например там фрукты например они всегда будут с эмаль покрытием то есть ей можно сказать все и сладкое и соленое вот это как бы выход есть еще один такой момент что если например у вас нету там например наших производителей данных там страна то у нас большая ну да я сейчас уже там маранде добралась везде во все районе или миски почти уверен что тоже если поискать тоже можно найти фирма то такая солидно вот и тогда берите вот цветные их плохие производители не делал то есть вот это как выход из положения если не знаете какие крышки у вас хорошие да вот еще пользуюсь случаем хочу сказать для ваших подписчиков один такой момент я всем говорю его и вот как бы случай раз и выдался пожалуйста раз в год обязательно мажьте на закатке своей ролик любым жидким машинным маслом только не подсолнечным пожалуйста да не разбирает вот это самое главное так как есть да потому что если встанет ролик и вы закатаете хотя бы там 10 закаток с остановившимся роликом он аквадратится и в дальнейшем уже ничего не поможет придется менять закатку но закатки сейчас видите сейчас подороже стали хотя не дико но уже подороже ну сколько сейчас 900 да вот я вижу тут это кременчугский вариант видите и наш авиатет почему наш потому что это донецкая народная республика мы будем считать уже наши до кременчугских нету пока идет вот специальная военная операция опять же пользуясь случаем покажу завиать тех замечательная закатка не знаю почему я раньше не обращал на нее внимание мы его попробовали закатывает она замечательно в качественном отношении ни в чем не уступает кременчугу и даже есть такой нюанс видите хотя тут как бы особо роли не играет вот здесь вот юбочка на ручке видите здесь металлическая здесь пластина видно но если ее например даже разбить случайно то она никак не повлияет на работу все равно будет работать металлическая металлическая раз закрываешься тут своеобразный как пыльник да вот на это а в качественном отношении это тот же полуавтомат закатывать замечательно так что вот сейчас будет авиатет ну и сейчас и видать уже надолго видать годы донецкая закатка у нас да вот она да 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 вот она наша закатка донецкая народная республика да вот так что рекомендую вот мы сейчас перешли практически полностью на нее тут остались немножко кременчугских кременчугских сейчас нет но мы попробовали закатка суперовская качественное исполнение сделано хорошо поэтому порекламируем нашего производителя дай бог дай бог конечно я вот вижу что-то у вас тут вот такой вот такая штука тоже да 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 новинка какая-то я вижу интересно мы первую привезли себе попробовали а сейчас уже как бы и вот людям предлагаем штука это ну ее тут под фейри называют но как бы обиходное название любого посудомой это фейри смысл в чем сюда заливается посудомой да вот при сам приемничек вот выход да на это немножечко разбавляет водой чтобы он лучше сюда в губку впитывался и ну как бы подавался лучше и вот здесь вот по центру видите дырочка да вот такая вы получается у вас когда лежит она вы ее нажимаете она как раз пятнышко хлоп сюда и пришло буквально та порция которой нужно вам буквально до 2 3 4 тарелки потом обратно вам надо обратно нажали обратно дальше процесс то есть это для удобства конечно она и удобно на и подставка как получается и у вас закрытое все и тут еще по расходу когда например вот мы раньше сами пользовались вот таким да жидким посудомоем она первая капля это она же посудила половина смывается много начинаешь мыть это вот здесь вот это получается хорошо так что рекомендую классно сюда подержи пожалуйста я померяю сейчас ничего меня смотрите какая тут глаза не да мне просто интересная как бы по размерам ну да она нормально но даже девять с половиной с половиной да 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 так а сейчас здесь померяем сколько она по самым выпуклым 14 прекрасно нет это я сама для себя чтобы это мне хочется такой приобрести сегодня вот что купил я купила фисташки которые закрыты и говорю у вас есть этот это расчет да есть в общем взяла меня дома нет она кстати вот этот орехокол вот этот да он это тоже украинский вариант он болит но фисташки колит которые там это вот потом маленькая можно колоть им потом абрикосовую косточку только абрикосовую косточку была бы показать да ведь не рассказала это абрикосовую косточку вот так на ребро ставим да вот тогда что надо и вот так придерживаете она копил целы и вот не случайно иногда задаются целью кедровый орех чем колоть зубами не надо колоть зубы нынче дорогие смотрите покажу как на это кедровый орех да вот так вот вот так вот поставили его видите да вот вот так надо зубочек да вот так вот поставили немножко пальчиками прификсировали может быть так я закроюсь как это и слегка придавили и вот он у вас его расколол видите но он здесь сухой как бы его там целый некий остаются орех это же вообще ну что я хочу взять посудомой под ферри я давно уже как-то заглядываю заглядываю на нее ларис там этот одна-то это губочка идет ну а потом дальше уже по мере износов будет немножко водичкой да вот как да конечно для удобства как бы хочется и она вообще как бы штука очень удобно громой первую выписали себе и сыну да там это а потом понравилось понравилось будем посудомыть и радоваться жизни вместо посудомоечной машины а еще я хотела спросить сейчас как покажу покажу что мне нужно вишню косточки доставать ну здесь два варианта классические как бы вот он видите погляжу поближе вот такой вот да не доставайте не доставайте нет тут есть как бы одна хитрость которую как бы надо показать а но это тоже нам покупатель рассказал поэтому ничего такого в этом нету мы сами учимся тоже ну правильная какая хитрость вот когда вот эта штука пользуется некоторые это делают на весу и как бы вот это неудобно но у вас и руки устают и это а так вот можно как бы до предела автоматизировать вот это например взяли бутылку можно стеклянную в принципе да там которые это и у вас получается и упор есть видите и косточка которая с брызгами она улетает туда да то есть у вас никакого это и вы можете это делать делать даже это не глядя получается не разбрызгиваю то есть и вы можете смотреть куда-то например телевизор там да и вот сюда положили она у вас процесс идет видите да вот вот так вот на это да и на 50 рублей прекрасно вот и вот такой вот вариант знаете еще какой есть давайте тоже покажем давайте конечно конечно надо сразу посмотрите потому что все что есть у вас здесь вообще ларек находка не но она стоит 500 рублей но я вам скажу что нас да но дело в том что понимаете вот это можно доверить даже ребенку и если вы там какую-то игровую там грубо говоря там историю замутили да он бы как бы будет тут все очень просто берете вишню было бы вишни бы мы показали сюда подсыпаете здесь вот видно да вот лариса да видно видно там стоит оптюратор такой вот я даже сейчас открою покажу видите да который позволяет сейчас объясню в чем вообще принцип это получается что вы вишня подкатывается сюда под дырочку да вот так вот туда выбивается косточка а обратным ходом вишня сбрасывается вот сюда смысл что туда косточка сюда ягодка туда косточка сюда ягодка и вы пальчиком туда его подталкиваете вот как бы видите за пределы вот эта история с присоской на мой взгляд лишнее мне например не пригодилось я просто держу рукой потому что все равно вишня она липкая и приходится ее подталкивать рука здесь все равно нужно так что вот такая спасибо да николай кондитер рулит спасибо огромное спасибо николай но как все ждем 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 и дата еще раз для наших отдыхающих приезжайте город есть гостеприимный ждет вас гости обязательно прижать что я увидела лопатку лопатку обычная железная ручка и вот лопатка самая вот вот это вот это да по-моему даже знаете по-моему даже вы сегодня вот и я про то сколько она стоит господи доберу я ее с удовольствием это шли цены нет этой лопатки это же еще советского времени да вообще я на потолке такая смотрю что там такое интересное да тут где только вообще я не знаю ну я беру 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 если подошел в дороге необходим вот такой чайник да нам чисто для двоих дороге просто не а я термозом езжу конечно но нет туда куда ты приехала а быстро сварить а а я кипятильничек вожу с собой а это лучше кипятильник я понимаю кружку все равно надо брать с собой а это цивилинно ты берешь и наливаешь отсюда да но кружку по-любому надо брать поэтому а вот турка турка сколько стоит турка у вас курочки смотрите лариса не год у нас еще видите да вот обратить внимание вот а вот граммовые 700 граммовые материалами делает все один производитель это о станица поселок иноземцево под пятигорском да у нас на этом роста да 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 кофе варим ростом мы ездили в поездке на заводе я работала у нас всегда был такой чайник с вами мы приехали в номер быстро поставили там на троих свободно никогда никому не помешаю они если делаться от самых маленьких вот и самая большая будет 700 граммовые между ними несколько значит вот размеров по объема эти рисунки раз но здесь еще обратите внимание еще один такой момент что вот например давайте даже так вот это полулитровая это из 0 8 меги внутри она покрыта пищевым оловом электро гальванизирована по моему за процесс тут не могу точно сказать но по моему тогда вот видите да да это такая 680 рублей стоит у нас все цена старой потому что это были закупки октября и у нас как бы на год их хватает как правило но есть у них например той же станицы делают другую серию называется это тоже пол-литровая называется грация она уже с толстой миллиметровой меди и вот она по массе где-то наверно процентов на 25-30 тяжелее да это уже не несколько дороже такая тысяча рублей ну классно из этого же из толстой меди есть еще серия мечта называется тоже ну почти полулитровая 550 грамм она тоже с толстой меди она тоже тысяча рублей но у нее действительно есть такой момент они все вот эти составные да вот обратите внимание да то есть они как бы соединены вверх и низ низом а вот этот цель натянутая это все отечественные производители великолепного качества работаем с ними уже там по моему порядка пяти лет и качество у них конечно на уровне а вот это полулитровая тоже 550 грамм вот еще возникают дискуссии знаете которые я не знаю как разрешить потому что это как вот у кому как да кто-то говорит что горлышко должно быть узкая кто-то говорит что широкая причем они примерно эти 50 на 50 и правы его своя правда для меня например вот такая наверно было бы удобнее и мыть удобнее просто внутри но да если только ёршиком тут есть еще такой момент что вот есть вот такая вещь и ну как бы понятно да было что потому что как правило сейчас на четырех да она нам угла чтобы не прыгала вот есть такой рассекатели длинные надо призадумывать такой ложки нету буду очень удобно наполовину наполовину ездили на да вот такая хотя ниже делают вот эта фирма станица делает видите латунные ложки вот такие и они же делают вот такие вот подносы тоже латунные видите это тоже из латуни сварил и поставил это вот специально под есть маленький есть большой удобно и они же делают и они же делают вот такую вещь это вот такой красивый уже современный да под сам сам под стаканик латунные стеклянность подиод уже прикольная штука да ситечка хорошая прямо 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 такое песни стильная очень как говорила овелочка людоедка нам горит в париже сейчас принято разливать горит чай через ситечко это я стопы поменять на стол ой спасибо надо подумать турка мне очень понравилось очень а я что-то как-то все в бокальчике завариваю надо наверно пожалуй пожалуй надо прикупить турку такие классно надо с ними давно уже работаем я видел производство кстати вот если если кому интересно будет посмотреть как делают такой процесс нетривиальный так вот наберите кому интересно будет из подписчиков как делают турки делают на токарном станке кекс не очень интересный процесс но надо посмотреть бы спасибо спасибо так лопаточку то в итоге заговорили и денежку я не отдала примотал мальдяга дали до подержим вот и у меня тоже чугунная сковорода и единство что надо чугунную там по правилам прокалить чтоб она не ржавела потом вот эта лопатка тоже у меня будет для чугунной сковороды но спасибо пойдем мы вам спасибо хороших вам покупателей пойдем к марине подойдем уже рынок закрывается марина марина да 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 сегодня мы еще не были но пойдем сейчас пойдем на пляж да марина марина знаете что мне нужно будет заказать две капли для мамы две штуки вот пожалуйста две можно да они в наличии ура прекрасно а то мама у меня все да они кстати очень хорошие очень хорошие да и все с прополисом они на прополисе на воде я уже не первый раз беру ей поэтому понравилось есть буклет для глаз давай маточное молочко а здесь про прополис на воде да то есть это про все настойка прополисная капли на воде спрей на воде это все обоих и все про это хорошо марина на карточку можно скинуть все я приду домой скину на карточку хорошо вот две ваши да еще я же их беру много сейчас да 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 большие парки потому что ой слушайте пчела моя это она сегодня она сегодня поселилась здесь помощница моя конечно красавица 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 да да витамины вот что новое появилось если вот эти вот у нас с пыльцой витамины то вот эти с пыльцой и прополисом удвоенная для иммунитета прекрасно помощь прекрасно новенькая да ну и вот дифтярное мыло новое мочалка без мыла есть с мылом я сейчас такая их разобрали причем быстро их разобрали крем для лица новый плюс 45 ага ну это мы уже осенью будем брать плюс 45 и от 35 до 45 ну я выбрала эту категорию уже как-то женщины в этом возрасте брали свечи сегодня брали по 150 последнюю забрали вот эту помните первую выбрали помню помню конечно одна была ну мы сделаем вот да ну и когда на пасеку марина когда на пасеку поедем когда на пасеку поедем вы с Сергеем Николаевичем вам говорили это? ну я спрашивала у него а он сказал ну я узнаю потому что мы вместе живем да я понимаю да вот там у себя то на пасеку ну все я тогда буду ждать звоночка да? да я это позвоню вам да 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 я думаю у нас лет вот сегодня воскресенье на неделе с какой-то из дней мы поедем да все хорошо все буду ждать звоночка потому что сейчас здесь недалеко а потом мы можем далеко поехать аж под Ростов ой далеко конечно не как кориандр мы собирали в Ростовской области в том году и сафору это вот из Ростовской области ну все будем ждать звоночка у меня есть орехи кедровые у меня очень много спрашивали в том году кедровые орехи с медом и есть еще отдельно кешью миндалик фунду вот прекрасно это я уже сама делаю грецкие и вот маленькие такие вот полностью весь ассортимент и при том очень широкий вот сегодня тоже брали чаи забрали там для суставов и какой-то еще не помню ну хорошо а это вот кстати мочалочка есть такие же но с мылом вот такое мыло здесь а это без мыла сюда любое мыло вкладываешь вот кто заботится о своем здоровье вот это химия все гели сюда вкладываешь мыло натурально можно вот это положить ну любое да по желанию оно питательное для кожи прополисное антибактериальное а дегтярное против угревой сухи против кожных заболеваний в общем ну все лечебное и вот сюда вставляешь одеваешь вот так помылся и все и пошел мне даже видео прислала одна покупательница взяла мочалку прекрасно прислала мне в группу видео говорит ой как здорово и мыло мылится это и не вылетает и не вылетает да просто мне спрашивали а как же спину ну с помощником кто-то кто-то да помогал конечно и кстати эффект пилинга и массажа прекрасно ну спасибо большое марина спасибо да 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 жду жду звоночка конечно это будет интересно а как же супер 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 будем ждем 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 да да я сама хочу ну все до свидания да ну все всем до свидания до свидания и мы вам тоже говорим до свидания пока